Всем привет! Сегодня будет такая история, как Morph Target. Очень хорошая вещь. Возможно, вы были на одном предыдущем стриме, где мы видели игру, в которой использовался этот Morph Target. Если что, ссылочка и тайм-код будет в описании. Посмотрите, как мы обсуждали данную игру. Нам необходимо, получается... Ну, я как минимум создал это. Вот у них тоже самые цветы. Если пробежать, видите, они вянут. По сути, структура – это не сложная реализация, да? Но для этого вам необходимо знание неких инструментов, как 3D-моделирование. Давайте посмотрим на одном из примерей. Вот, например, вот этот автомобиль. Он весь целый. Давайте его возьмем и сделаем измененного Morph. Давайте импортируем его. Например, этот. Ну, как видите, да? Стандартное значение. Чтобы сделать и применить изменение по Morph, нам необходимо Shape Case. Это у нас, получается, инструмент Object Data Properties. Это Blender. Если что, других я особо не занимаюсь. Ничего не делаю. Так что буду объяснять в Blender. Нажимаем, получается, Shape Key. У нас появляется базовый Shape Key. Это основная структура, да? Я сначала выбрал наш Mesh. Это будет кузов. Еще раз нажимаю Shape Key. Получается первый ключ. Чтобы создать этот первый ключ, нам необходимо выбрать режим редактирования. То есть, допустим, давайте выберем какие-то элементы. Так, нам не нужно изменять номер. Внедрим, как будто бы машина помята. Вот такая вот структура. Немножко все смято делаем. Как будто бы передок немножко помят. Так. Ну, ладно. Здесь тоже продвинем. И здесь чуть-чуть. Также это будет ключ 1. Поставим. Выйдем из режима редактирования. Как видите, да, все изменилось. Стандартное значение. Если мы покрутим Value, вот она показывает изменение структуры. Добавим еще ключик. Ключ 2. Давайте сделаем сзади мятия. Вот так в некоторых играх, как, допустим, GTA San Andreas или Vice City было реализовано изменение, повреждение автомобиля. Ну, я предполагаю, что так делали. Тоже мы заходим в ShapeKey. Если, кстати, выделить другой объект, у него нету ShapeKey. То есть вы делаете для тех, которые именно выделили. выделяем. Допустим. И тоже, как будто бы въехали сюда. Но можно еще вот так вот сделать. и будет в принципе хорошо. Это у нас второй ключ. Давайте посмотрим, как он изменяется. И, видите, спереди у нас изменений нету, потому что K1 это наперед влияет, это назад, потому что мы изменяли поединежно. Так, все. Давайте перекинем теперь данный автомобиль в игру. File Export FBX на рабочий стол назовем Car Выделены объекты на принципе Export Теперь зайдем в наш движок. Здесь у меня уже есть наш автомобиль. Так, да. экспортируем его сюда. Car Для того, чтобы экспортировать сам движок, нам нужно выбрать Skeletal Mesh и здесь найти галочку Import Morph Targets. Вот она должна стоять обязательно. Нажимаем Import Все, наш автомобиль уже появился. Так, давайте этот автомобиль удалим. Поставим Blueprint, в котором укажем сам автомобиль. вот он и мы ставим на него Compile. Для того, чтобы применить Morph нам необходимо допустим, в Blueprint сделать вот такую вот штуку. то есть нам нужен именно тот Mesh, который мы изменяли. Это у нас Car, то есть сам автомобиль вызвать такую ноду, как Set Morph Target. Допустим, давайте подключим на BeginPlay его. То есть он сразу изменит его значение. Для того, чтобы медленно его изменить, давайте сделаем как Delay сначала выставим это на 3 секунды. Timeline функцию запишем. Но это стандартное, как и открытие дверей и так далее. В принципе, все стандарт. Первая точка 0,0. Вторая точка время, допустим, 3 секунды будет изменяться геометрия значения единица. Так, значение единицы мы не применили. Так, ставим общее время 3 секунды, чтобы ничего не было. И сглаживание. Теперь NewTrack нам необходимо просто подключить сюда. То есть значение единицы здесь максимальное значение единицы value. Для того, чтобы показать какой морф должен работать, мы в самом редакторе вот и указывали значения, то есть k1 и k2 можно переименовать, если вам необходимо. я ничего не переименовал, так что я буду называть это как и было. k1 именно то имя, какое там введено, потому что если вы ведете k без пробела 1, допустим, она работать не будет. То есть именно то имя. Давайте скомпилируем, выставим наш автомобиль перед персонажем. Это k1, это у нас передок, должен изменяться. Сохраним и запустим. как видите, 3 секунды сначала прошло, а потом начало в течение 3 секунд изменяться. давайте также посмотрим. Копируем это же то же самое, только через 3 секунды еще ставим на k2, чтобы я успел оббежать и посмотреть, что происходит сзади. сейчас у нас передок изменится и сзади тоже меняется структура. Вот как будто бы если вы сделаете обработку допустим удара в автомобиле или еще что-то можно запилить вот такие вот повреждения. Хоть и небольшие, некрасивые, но все-таки почти AAA. Ну и здесь то же самое. Видите, кстати, цвет не меняется, а здесь у нас меняется. Почему так? Если посмотреть на Blueprint нашего цветочка, давайте откроем, здесь все то же самое, но изменение цвета происходит, почему? Потому что у нас роза состоит просто из материалов именно цветов, Color. если у вас будет состоять меш из текстурного, так скажем, значения, то он также будет применяться к морфу. Вот это тоже имейте ввиду. А на этом все. Друзья, если вам понравилось, пожалуйста, ставьте лайки, это повышает просматривость этих видосиков, думаю, они кому-то пригодятся. На этом все, пока. пока.